Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о таком растении, фрукте. Очень экзотический фрукт. Очень экзотический, который растет в южных странах с влажным климатом. Его зовут Карампола. Он растет в Азии, Таланде, Индонезии, Бразилии, Малайзии, Индии. Ну и уже в более южных таких странах культивируется. Друзья, если вы там бываете в этих странах, Шри-Ланке, обязательно приобретайте его и кушайте с большим удовольствием. Вы сейчас поймете, какую пользу оно имеет. Вот такая пятиконечная звезда. Сейчас я вам покажу эту пятиконечную звезду в разрезе. Вот посмотрите, какая красота. Просто красота. Значит, я сейчас расскажу вам о вкус этой красоты, а это вот как она растет. Значит, вкус этого фрукта, он, значит, похож на яблоко, апельсин, и даже присутствует вкус, значит, такой огуречный. Ну, у них там разные есть сорта. Сейчас у нас разные сорта могут напоминать вкус винограда, вкус сливы яблока, крыжовника. Вот, поэтому разные сорта. В основном сорта, вот самые первые у них были яблоко, апельсин и груша. То есть, когда вы кушаете, вы сразу будете чувствовать три вкуса. Итак, значит, эту ягоду можно и мариновать, как обычно ее тушат, с солью, с другими овощами готовят. Рыбу добавляют, салаты, соки. Ну, в общем, плод универсален. Везде можно его добавлять, кушать и так далее. Замораживать. Ну, я вам не скажу, может быть, в крупных моих супермаркетах у нас и завозят этот фрукт, тогда, когда он, самое у них созревание идет, и, может быть, и перевозят. Но, по-моему, транспортировка очень сложная. Он такой мясистый. Так, и я сейчас, как всегда, вам расскажу польза, лечебные свойства, какие есть, и состав какие-то витамины, минералы и так далее. Значит, плод, карамбола, как и другие многие фрукты, содержат витамины и минералы. В нем много витамина С, группа В, друзья, бета-каротин, натрий, железо, фосфор, калий, магний, кальций и много других полезных веществ. Очень много. Я вам сейчас могу даже показать эту таблицу. Посмотрите, сколько здесь веществ. Значит, селен, цинк. Это очень полезные элементы. Холин, вот он, холин. Тиамин. Это вообще прекрасно. Вот очень большой-большой-большой списочек. Значит, чем полезным карамболам? Благодаря такому богатому составу, карамболам полезны людям, у кого авитаминоз. Содержится в нем витамина С очень много. Но витамин С, это вы знаете все, что он защищает наш организм от простудных заболеваний. А магний выводит лишнюю жидкость из кани. А тиамин подарит заряд бодрости, нормализует деятельность нервной системы. Ривофлабин. А он что сделает? Он обеспечивает здоровье ногтей, волос, кожи. То есть, косметический такой эффект приобретает. А кислота, которая называется пантотеновая, послужит хорошей профилактикой для артритов, колитов и заболеваний даже сердца. Вот какая фрукта хорошая в местах. Произрастание камбола, произрастание вот этого фрукта карамбола используется в лечебных целях. У Бразилии также, вот как я всегда говорю, что растения, дерево или там куст, что используются даже листья этого растения. И поэтому в этих странах Бразилии листья из плодов растения готовят такой состав. Противорвотный, и мочегонные средства готовят из листьев. Видите, какое полезное растение. Значит, измельчают ее и еще лечат листья, стригующие лишай. И даже лечат ветряную оспу. Вот эти листочки. Цветки карамбола применяются, даже цветки от глистов. А из корней соединяют с сахаром, изготавливают противоядие, помогающие при серьезных отравлениях. Вы посмотрите, какое полезное дерево, если кто-то там живет и уехал там, и не может найти себе растения, которые ему будут помогать при этих заболеваниях. Вот даже избавляет от листов. Посмотрите, и корень, и цветочки, и листочки, и сам фрукт. Вот так, мы сейчас говорим о фрукте, значит. В Индии карамбола служит крово-восстанавливающим средством. Его используют для избавления от лихорадки, уменьшения даже похмельного синдрома, снижения уровня даже желчной, для лечения геморроя и диареи. Еще один способ помочь в понижении артериального давления, при головных болях, головокружения даже. Ну и, как всегда, есть и противопоказания, тоже немаловажные. Значит, тут есть такие противопоказания, не много, но есть. Здесь фрукт, который содержит большое количество щавельной кислоты, поэтому его следует осторожно определить, у кого, значит, язвы, у кого гастриты, ну, в общем, у кого проблемы с желудочным кишечным трактом. Особенно в период обострения применять этот фрукт нельзя. Так что, вот, ну, выбирать фрукт, если вы живете в этих азиатских странах, нужно недозрелые плоды. То есть, нельзя не выбирать недозрелые плоды, он очень кислый, такой вкус. Так что, нужно выбирать спелые плоды, светло-желтые, естественно, вначале бывают зеленоватые, а цветочки у них напоминают запах жасминного. Друзья, как, если вы там будете посещать, то гуляйте в этих карамболовых плантациях, там есть даже, и просто они растут, как у нас растет яблоко, так у них в Индии растет эти растения. Прогуливайтесь, дышите этими фитосмолами, фито-такими запахами. Это будет очень-очень полезно. Итак, друзья, я вам сегодня рассказала о необычном, экзотическом фрукте, который называется карамболом. Если вы там будете, пожалуйста. Ну и, мне кажется, у нас уже можно приобрести и в сушеном виде, в крупных супермаркетах и крупных городах можно приобрести. Я думаю, что все это сейчас у нас завозится. Если это вам полезная информация, зайдите в сеть интернет, посмотрите про него, про этот фрукт. Может быть, даже можно заказать в сушеном виде его или в каком-то в другом виде. Может, какие-то есть препараты, изготовленные из этого дерева. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. То есть, я донесла до вас информация, а вы, друзья, дальше расширяйте свои возможности в этой сфере, сфере полезности природы, которую нам дала. И поэтому берегите здоровье и наслаждайтесь дарами природы. Пока-пока. До новых встреч. Здоровья, здоровья. И еще раз вам здоровья. Берегитесь, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok